Около двух недель остается за начало полевых работ. Сейчас идет подготовка. О том, на какую помощь могут рассчитывать сельхозпроизводители, которые по тем или иным причинам не успели закупить семена, удобрения или обновить технику, далее. Механизаторы одной из агрофирмы к ремонту техники приступают, как только выходят с новогодних каникул. Через неделю у них финальный осмотр и можно в поле. В данный момент мы уже отремонтировали сельхозмашину на 80-90%. Запчасти придут и остальные будем ремонтировать. Семена, удобрения и топливо для работы фирма тоже закупила заранее, пока не произошло сезонного роста цен. Помог льготный кредит. В этом году мы получили кредит льготный по программе не более 5%. Реальная ставка у нас составила 3,5%. 24 миллиона мы получили и направили его на покупку минеральных удобрений, ГСМ, семян и запасных частей. Подать заявку на кредит еще не поздно, отмечают представители банков. Но времени остается очень мало. Небольшим фермерским хозяйством, в чьем штате нет бухгалтеров, помогут с оформлением документов. Я хочу обратиться к руководителям сельхозпредприятий, к фермерским хозяйствам, для того, чтобы кто еще не успел получить льготные кредиты, чтобы ускорили предоставление заявок в банк, чтобы своевременно успеть закупиться всеми материальными ресурсами для проведения сезонно-полевых работ. Поддержку аграриям окажут не только в финансовом плане. На сайте Министерства сельского хозяйства Чуварской Республики действует уже не первый год горячая линия. Есть контакты. В оперативном режиме при обращении сельхозтоваропроизводителя, фермера, агрофирмы или сельхозпредприятия, мы готовы оперативно выходить на связь с поставщиками. И если идет нарушение или несоблюдение интересов сельхозпроизводителя, вместе с сельхозпроизводителями обсуждать проблемные вопросы с крупными поставщиками. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства, сейчас республика находится в очень важной фазе подготовки к посевной. От того, как агрария сработают, во многом будет зависеть объем и качество нового урожая.